Здравствуйте, нефалемы! Меня зовут Алексей, и не за горами уже следующий сезон, но это значит, что уже пора подумать о том, что мы будем собирать. Если же вы играете за ДХ, то я вам предлагаю интересную сборку. Это гибридный билд Мародёра и Натальи. По традиции, я видео разделю на три части. В первой части я расскажу непосредственно о самом билде, во второй части расскажу о механике. Ну и в последней части я покажу, собственно, закрытый портал в этом билде, ну и расскажу о плюсах и минусах этого билда. Первое, с чего мы начнем, наверное, с парагона. Ну, тут, собственно, долго останавливаться не будем, вкачано все, кроме живучести. Ну и давайте перейдем непосредственно к тем вещам, которые на мне одеты. Хочу сразу сказать, забегая вперед, что на мне одеты три вещи Мародёра и пять вещей Натальи. Я буду показывать непосредственно сами вещи и о тех характеристиках, которые там должны быть. У меня далеко не самый лучший вариант, поэтому какие-то моменты я буду отдельно оговаривать. Но, разумеется, по традиции у нас в шапке должна быть и ловкость, да, вероятность крита и урон от нашего основного навыка, в нашем случае это разрывная стрела. Никаких других альтернатив здесь быть не может. Разве что вот вы могли заметить, что вставлен желтый камень на уменьшение затрат ресурсов, которые раньше, по-моему, даже нигде не использовался. Это все связано с тем, что разрывная стрела, наше основное атакующее умение, требует очень много ненависти. Ну и, в общем, как-то нужно эту потребность удовлетворять, да, ну, в нашем случае просто снижать. Что касается плечей, у меня не самый лучший вариант. Самый лучший вариант был бы ловкость, да, а живучесть, урон от турелей и обязательный навык уменьшения затрат ресурсов. Все по той же причине, что разрывная стрела очень много кушает. И последняя вещь мародера, которая на мне одета, это перчатки, да, ловкость, живучесть, крит и вероятность крита. В принципе, все хорошо, за место живучести, разве что может быть уменьшение затрат ресурсов. И вот мы потихоньку добрались уже непосредственно до сета Натальи. Итак, что касается брони, в принципе, ее достать не так уж и сложно, да, потому что в броне, ну, какие тут могут статы быть, да, ловкость, живучесть и урон от турелей. За место живучести может быть сопротивление, да, к стихиям, но лучше, чтобы это была именно живучесть. Легендарные наручи, не побоюсь этого слова, потому что очень часто используются в различных билдах. Конечно же, как и в любом другом билде, здесь обязательно стихийный урон, да, тот, который мы используем, ловкость, живучесть и вероятность крита. Не менее легендарный поиск, который часто используется, а ДХ, именно в билде мародера, который позволяет нам увеличить нашу выживаемость. Самыми лучшими параметрами будет ловкость, живучесть, сопротивление, ну и процент здоровья. Ну и, конечно же, тот бонус, который мы получаем, лучше достичь максимального показателя, это 9%. Штаны Наташки также легко, в принципе, достаются, потому что здесь нету каких-то замысловатых параметров, ловкость, живучесть и сопротивление к стихиям. За место сопротивления может быть броня, но это чуть похуже вариант. Как вы могли заметить, что в броне, что в штанишках вставлены камни на сопротивление к стихиям. Это очень важно, потому что я позже покажу, да, что у нас нету пассивки на выживаемость, и дополнительная выживаемость нам, собственно, не помешает. Вот мы добрались и до ботинок. Ловкость, живучесть, сопротивление и урон от разрывной стрелы, нашего основного атакующего умения. Я намеренно выпускал бижутерию, о которой мы поговорим сейчас. В качестве основного сета используется бесконечный поход. Амулет у меня второй по лучшости, который может попасться, потому что самое лучшее это урон от холода, в нашем случае, да, крит и вероятность крита. Дело в том, что у меня нету таких показателей, поэтому у меня, скажем так, второй по лучшости, который может попасться, это ловкость, крит и вероятность крита. В качестве камушка используем головорез, это увеличивает урон от наших турелей. Следующим экземпляром нашей бижутерии будет колечко на талии. Ловкость, крит и вероятность крита. Это тоже второй по лучшости вариант, который может попасться. Самый лучший вариант это единица урона, крит и вероятность крита. В качестве камушка используется зеев камень, который увеличивает урон в зависимости от расстояния до целей. Ну а так как у нас билд именно дальний, то это будет самый хороший вариант. Следующее кольцо, на которое я буду постоянно сетовать в различных билдах, потому что оно мне попалось очень плохое, и лучше я выбить, собственно, не получается у меня, да, это роза ветров. Так же, как и с кольцом Натали, самые лучшие варианты, там единица урона, крит, вероятность крита, но все-таки запаситесь большим терпением, если все-таки надумаете в кубе реролить это кольцо, потому что крайне тяжело выбить именно хорошее, да, там, поэтому запаситесь, как я уже сказал, не только терпением может, да, еще куча ингредиентов. Что касается камня, это проклятие пленных, которое увеличит урон по законтроленным. Но дело в том, что у нас билд такой достаточно хороший в плане контроля, поэтому даже не стоит переживать, смело берите этот камень и будет вам счастье. Пока я не перешел к оружию и колчину, я хотел бы сказать такую небольшую ремарку. Чем хорошо гибридные билды? В том плане, что если, допустим, вам тяжело выбить какие-то перчатки, да, вам попались, ну, к примеру, хорошие перчатки Натали, вы можете, допустим, взять перчатки Натали, да, а броню мародера, или наоборот. То есть, чем хороши гибридные билды, что их вот в этом плане проще собирать, что, ну, вот, допустим, я, ну, как бы у меня не было хороших шмоток Натали, да, я сразу для себя отметил, да, что броню, в принципе, штаны и ботинки достать не так уж и тяжело. Ну, какие здесь статы, да, то есть, здесь нету каких-то завихренных таких статов, допустим, как в перчатках, там куча статов, которые надо соблюсти. То есть, у меня изначально, если хорошие перчатки мародера, то я уже подбираю вещи непосредственно те, которые легче достать. То есть, имейте в виду, если у вас какие-то хорошие вещи есть, да, с Наташки, либо с мародера, одевайте их и собирайте именно те, которые вам не достают. Ну, как я уже сказал, самое простое, это вот броня, штаны, там, ботинки, да, то есть, достать их не так уж и трудно. Ну, и теперь давайте перейдем непосредственно к нашему оружию. У меня, в принципе, неплохой достаточно вариант, единственное, что могут быть статы чуть получше. Как обычно, единицы урона старайтесь сделать так, чтобы были побольше, 10% к урону, ловкость и последним навыкам уменьшение наших затрат ресурсов. Что касается колчана, ловкость, живучесть, скорость атаки и вероятность крита. Это, в принципе, все понятно, все хорошо. Заместо урона по области лучше было бы затраты ресурсов, но получилось у меня как получилось, да, то есть достать именно такой. Разумеется, процент от урона турелей стараться, чтобы было по максимуму, ну и, в принципе, на этом все. Мы с вами пробежались по вещам, теперь давайте поговорим о способностях. Отход под прикритием с урона внимания. Именно с этой руной обеспечивается дополнительный контроль, а вы мне спросите, ну, подумаешь урон от холода и что? Дело в том, что чуть позже мы рассмотрим куб Канаи, в котором вы увидите, что есть перчатки, которые дают шанс заморозить, да, при нанесении урона от холода. Так что именно руна внимания, думаю, самая будет актуальная. Плюс еще хорошо то, что эта руна позволяет восстанавливать больше ненависти, что очень важно в нашем билде. Наше основное атакующее умение – разрывная стрела с руной водоворот. Я думаю, что долго на нем останавливаться не будем, в принципе, все понятно, да, то есть урон, дополнительный контроль за счет этой руны, ну и дополнительный отжор, скажем так, выживаемость, да, нам дает. То есть есть варианты, когда ребята бегают в этом же билде, только используя огонь, но тут уже каждый смотрит для себя сам. Я непосредственно бегаю в холоде, поэтому рассказываю непосредственно об этом билде. Что касается питомца, вы можете поставить и любую руну, потому что за счет сета мародера с нами бегают все зверушки. Это тебе тут и урон, и выживаемость, и отжор, в общем, я думаю, что долго на этом навыке останавливаться не стоит. Ливень возмездия. Хочу напомнить, что у нас собран частично сет Наталии, то есть получается, после прожатия ливня возмездия у нас временно возрастает урон. Поэтому этот навык очень важен. Ну и плюс за счет того, что здесь стоит холодная руна, она также дает дополнительный контроль. Северная турель также дает дополнительный контроль. Ну и, собственно, в сети мародера основное тоже... Ну, ладно. Разрывная стрела такая, скажем, первостепенная, может быть, или, может, турель. В общем, неважно. В сети мародера, конечно же, играет роль как и турели, так и разрывная стрела. Поэтому надо это учитывать и иметь в виду. Ну, что касается кульбита, конечно, используем сальто-мортали для того, чтобы экономить как-то нашу концентрацию. Я думаю, что тут все понятно, да? Что касается пассивных навыков, я думаю, что тут все предсказуемо. Как я сказал ранее, что у нас нету руны на выживаемость, поэтому мы в шмотках там ее набираем, да? Доработанные механизмы, чтобы наши турели стояли дольше и их можно было стоять больше. Ну и, соответственно, три руны на урон. Теперь давайте поговорим о Кубе Канае. Куда же разрывная стрела без мантикоры, которая снижает затраты ненависти и увеличивает урон? Что касается перчаток, я уже немножко о них упоминал, которые у нас в Кубе Канае. Увеличенный урон от холода, а у нас, собственно, все от холода, да? И плюс еще шанс того, что, нанеся урон от холода, мы можем заморозить цель. Ну и кольцо королевской роскоши. Вишенка на торте в нашем билде, потому что, собственно, у нас три вещи мародера, да? Которые объединяют в себя четыре, как бы, вещи за счет кольца. Ну и часть вещей Наташки. То есть пять вещей, а по факту получается шесть за счет кольца королевской роскоши. Ребята, в заключении хотелось бы сказать, что, разумеется, все вещи даже вы древние, да? Из-за колдисанина. То есть я думаю, что это понятно. Что касается банки, которую я использую, в общем, она восстанавливает ненависть. Но, опять же, смотрите сами по своему вкусу. Если вы привыкли к какой-то другой, то используйте на здоровье. Ребят, на кормаке я долго останавливаться не буду, потому что он из билда в билд. Просто я уже язык до мозоли стер. В принципе, все одинаково, да? То есть отхил там, контроль. Что касается реликвии на выживаемость, громовуха на контроль, амулет на контроль, перстень ока. Создавать такую зону, да, в которую мы наносим дополнительный урон. Знак судьбы позволяет оглушить цель при нанесении урона от молнии. А это у нас громовуха. Ну, тоже как бы на контроль, да? Ну и щит тоже на контроль. Чтобы показать механику, я специально взял такую достаточно открытую, широкую карту, да, которая, собственно, нам под билд и подходит. Ну, собственно, ребята, как и в классическом мародюре, мы должны ставить турели. В общем, передвигаемся, ставим турели. Как только скапливается противник, да, то есть, либо там какая-то элитка, прожимаем ливень, да, отходим от врагов и добиваем их правой кнопкой мыши. То есть, давайте дальше продвигаться. Ставим турели. Ага, 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 тут как-то голяк. Полный голяк, причем монстров нету. Не забывайте, левая кнопка мыши восполняет ненависть. По мере необходимости ставим турель, прожимаем ливень и добиваем. То есть, а когда появилась, допустим, элитка или когда у вас закончилась ненависть, можно поражать питомца, тем самым восполнить себе часть ненависти. Но тоже смотрите по обстоятельствам. Ливень. И правая кнопка добиваем. Ну и, соответственно, не забывайте про левую кнопку мыши, потому что при активации у нас срабатывают наручи, да, то есть дополнительная выживаемость. Про это тоже не стоит забывать. То есть, все просто. Если раньше мы прожимали возмездие, да, то есть сейчас прожимаем ливень. Опять бегом ставим турели, так вот, ага, и добиваем правой кнопкой мыши. То есть ставим турели, ливень и добиваем правой кнопкой мыши. Что-то как-то здесь вообще нелюдно. Хотя, казалось бы, специально перешел на эту локацию, чтобы показать вам все. Но чего-то как-то здесь народу мало. Но, в принципе, я думаю, что с механика все понятно, да, то есть перемещаем... О, элитка, наконец-то. С механика, думаю, все понятно. Давайте ливень, волка и правой кнопкой добиваем. Если вы собрали большую толпу монстров, как бы тоже прожимайте волка, да, восполняйте себе ненависть, уничтожайте толпу противника, то есть это тебе сразу и урон, и восполнение ненависти, то есть и дополнительный аджор. Кидаем в них турель, ливень и правой кнопкой добиваем. То есть механика, в принципе, ребят, незаурядная, да? Так что думаю, что с этой частью видео нет смысла долго затягивать. Ну и как я сказал в начале, последней частью моего видео будет закрытие великого портала. Весь портал я разглагольствовать не буду, а в последней части я хотел бы рассказать о плюсах и минусах этого билда. Давайте, наверное, сперва поговорим о хорошем. Этот билд достаточно выживаем. То есть зачастую мы можем ловить даже на высоких порталах какие-то плюхи, не пытаться от них увернуться, но опять же надо тоже чувствовать, да, то есть вы побегаете, посмотрите, на что вы способны, так скажем, да, то есть от каких-то вещей, может, вам придется увернуться, от каких-то нет. Но по большей части все равно чувствуется, что вы выживаемы, бегаешь сухо и комфортно, да? Следующий пункт будет такой немножко гибридный, да, то есть как плюс, так и минус. Плюс заключается в том, что мы очень хорошо разносим противников на открытые локации. То есть ты поставил турели, там они лупят через полкарты, как бы все хорошо. Но в этом же кроется и минус. То, что вам нужно избегать каких-то коридорных локаций. Либо вот самое страшное, что может быть это проход корпуса или казармы. Когда вам надо в каждую комнату зайти, турели поставить, у них КД, в общем, и получается полная херня. В общем, ребят, если идете, скажем так, даже на личный рекорд, то, соответственно, избегайте таких локаций. Как я уже сказал, старайтесь бегать по открытым большим локациям. Что касается недостатка этого билда, их, пожалуй, два. Первый недостаток заключается в том, что сильно мы просаживаемся по ненависти. Если же, допустим, на фарме коробок тех же самых это будет не так сильно заметно, то, скажем так, в Великом Портале, когда приходится тратить кучу ненависти, это очень сильно чувствуется. Особенно, знаете, если вы играли в пороке, то просадка такая дикая, да, то есть она ощущается. Второй минус может быть не настолько критичен, как и первый, но кому как, да. Он заключается в том, что билд этот размеренный, спокойный, медленный. То есть если вы будете играть в открытой игре, там, бегать по нефалемскому порталу, может случиться такое, что вас как бы все обгонят, уже уйдут на следующий уровень, вы будете все плестись. Да и, пожалуй, даже пострелять вам толком никто не даст, потому что, не знаю, остальные классы могут просто врываться в толпу, уничтожать всех и бежать дальше, то вам надо поставить турели, пострелять, потом бежать. В общем, такой достаточно тягомотный билд для открытых игр, ну, не знаю, такое себе, да, скажем. Но для соло порталов, для тех же коробок подойдет очень хорошо. В закрытие великого портала мне попались очень неудачные локации, как и последний босс, самый, наверное, такой жесткий, который может только попасть, а это и скату. Но, тем не менее, получилось закрыть с первого раза, чем я, в принципе, доволен. Обычно я говорю в конце, подписывайтесь на канал, но из-за того, что видосы по Диабле у меня выходят крайне редко, потому что у меня канал на Диабл не ориентирован, да. Поэтому просто скажу, если понравилось видео, ставьте большой палец вверх. Ну и всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока. После такого никто не выживал. Надо подождать. Месть так сладка! Мне нужно больше времени. Я не стану этого делать. Это было бы неразумно. Тьма ждет. Ничего не выйдет. Для этого нужно больше ненависти. Не хватает ненависти. вас выдает страх. Слишком мало ненависти. Где бы еще таких найти? Ужрите мой гнев! Это было бы неразумно. Это было бы неразумно. Месть так сладка! Ничего не выйдет. Ид zitten! Дыма ждёт. Я не стану этого делать. Ничего не выйдет. Я ослабею. Пока не получится. Ещё не время. Для этого нужно больше ненависти. Это было только начало. Слишком мало ненависти. Нелегко их будет убить. Это было только начало. Для этого нужно больше ненависти. Это было бы неразумно. Пас выдаёт страх. Надо подождать. Ещё не время. Это было бы ненависти. Это было бы ненависти. Это было бы ненависти. Не хватает ненависти. Мне нужно больше времени. Я не стану этого делать. Место кончилось. Меня зовут Урш. У тебя есть самоцвет? Я возвращаюсь в город. Урш. 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 Субтитры сделал DimaTorzok